Деяние апостолов, глава вторая Как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и удивлялись, говоря между собою, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и Медяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих Керенеи, и пришедшие из Рима иудеи и празелиты? Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и сказал, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте моим словам, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть виденья, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов Моих, и на рабынь Моих в те дни изолью от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, его по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одеснуй у меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей ваде, и не дашь святому твоему увидеть тление, ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его ваде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он был вознесен десницею Божией, и, приняв от отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел на небеса, но сам, говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok